летняя шапка бинни крючком шапка мешок шапка носок шапка чулок ее уже можно назвать беретом кому как нравится но самое главное она удобная можно заправить волосы под нее она свободная подойдет и для взрослых и для детей вязала я ее из двух видов пряжи очень мягкий бобинный хлопок голубой в три ниточки вязала и вот такая черная пряжа с люрексом она тоненькая но я вязала в одну ниточку и получилось вполне нормально вы можете взять совершенно любой пряжу вязать я буду снизу вверх формирую первую петельку а дальше буду вязать плотную цепочку из воздушных петелек вот провязала две воздушные петельки возвращаясь в первую втыкаю крючок вытягиваю рабочую нить 2 петельки на крючке подхватываю рабочую нить и снова провязываю и так повторяю до нужной длины выбираю рабочую нить ну Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вяжу столбики без накида, ряд столбиков без накида. Ниточка стройная, немножко не ровно прослаивается. Втыкаю крючок в петельку, подхватываю рабочую нить и провязываю две петельки на крючке. И так по всему кругу. Следующий ряд я буду вязать столбики с накидом, между ними воздушная петелька. Я связала 3 воздушные петельки и ещё одну. Дальше столбик с накидом, воздушная петелька. Пропускаю 1 столбик на цепочке. Вяжу столбик с накидом, воздушная петелька, пропускаю 1 столбик. Вяжу столбик с накидом. Воздушная петелька и получается вот решеточка. В эти отверстия потом можно вдёрнуть ленточку или шнурок, чтобы резинку можно, чтобы шапочка лучше сидела на голове. Следующий ряд столбики без накида. Я вяжу столбик под каждую воздушную петельку и в каждый столбик с накидом предыдущего ряда. И вяжу так до конца ряда. Начинаю вязать узор, который будет вязаться до самого верха. 3 воздушные петельки подъёма, столбик с накидом в тот же столбик предыдущего ряда, 3 воздушные петельки и ещё 2 столбика с накидом в тот же столбик предыдущего ряда. 2 воздушные петельки. Пропускаю 4 столбика на полотне. И снова вяжу столбик с накидом, ещё столбик с накидом в тот же столбик с накидом предыдущего ряда. 3 воздушные петли. И ещё 2 столбика с накидом в тот же столбик предыдущего ряда. Вот этот простой узор повторяется до конца ряда и я его буду повторять до самого верха шапочки в боках и начну с сужения. Субтитры создавал DimaTorzok В конце ряда у вас возможно останется немного больше столбиков. Распределите их так, чтобы вот эта рогатка из столбиков с накидом находилась посередине между левой и крайней рогаткой. Вот я вяжу последний фрагмент в этом ряду. 2 воздушные петли. И соединительный столбик в первый столбик этого ряда. Ряд соединён. Затем провязываю столбик без накида, чтобы выйти на серединку этой цепочки из 3 воздушных петель. И начинаю вязать тот же узор. 2 столбика с накидом под цепочку из 3 воздушных петель. 3 воздушные петли. И снова 2 столбика с накидом под эту же цепочку. 2 воздушные петли между рогатками. И снова 2 столбика с накидом под цепочку из 3 воздушных петель. 3 воздушные петли. И 2 столбика с накидом под ту же цепочку из 3 воздушных петель. И вот этот простой узор продолжаю до конца ряда. И вот я связала такое полотно. Чередовала голубую пряжу с чёрной с люрексом. 6 рядов голубых и 1 ряд с люрексом. Но вы можете, конечно, сделать любой другой порядок. Можно сделать шапочку покороче. Можно подлиннее. И вот когда вы решите, что длина достаточная, начинаем убавление. В первом ряду я вяжу, как обычно, 2 столбика с накидом. И вот здесь вместо 3 воздушных петель я провяжу 2 воздушные петельки. А дальше всё так же. 2 столбика с накидом. Здесь тоже 2 воздушные петельки, как и взяла раньше. И дальше 2 столбика с накидом под ту же цепочку воздушных петель. 2 столбика, ой, 2 воздушные петельки. И 2 столбика с накидом. И весь ряд провяжу так. Вместо 3 воздушных петелек между 2 столбиками я буду вязать по 2 воздушные петельки. Соединяю начало и конец ряда. И в этом ряду убавлю ещё по 1 петельке в каждом рапорте. Вот 3 воздушные петельки для подъёма. Столбик с накидом. 2 воздушные петельки. 2 столбика с накидом под ту же цепочку воздушных петель предыдущего ряда. А вот здесь я буду вязать по 1 воздушной петле. Таким образом у нас ещё сокращается количество петель и шапочка вверху сужается. В следующем ряду убавляю ещё по 1 петельке. 3 воздушные петли. Столбик с накидом. Воздушные петли. И 2 столбика с накидом. Здесь тоже 1 воздушная петелька. 2 столбика с накидом. 1 воздушная петля. 2 столбика с накидом. И здесь тоже 1 воздушная петелька. Воздушная петля. Так до конца ряда. Следующий ряд. 3 петли икре подъёма. Столбик с накидом. Воздушная петля. 2 столбика с накидом под ту же цепочку предыдущего ряда. Здесь воздушную петельку не вяжем. Вяжем сразу столбик с накидом. Столбик с накидом. Воздушная петля. 2 столбика с накидом под ту же цепочку. Сразу вяжем 2 столбика с накидом под ту же цепочку. 2 столбика с накидом под ту же цепочку. 2 столбика с накидом под ту же цепочку. Следующий ряд. 3 воздушные петельки подъёма. Воздушная петля. Вяжем столбик с накидом под ту же цепочку. Столбик с накидом под следующую цепочку. 1 столбик с накидом под ту же цепочку. 1 столбик с накидом под ту же цепочку. У нас сейчас получаются группы из двух столбиков, разделенные одной воздушной петлей. Видите? Идёт сокращение донышка. В следующем ряду я под каждую воздушную петельку предыдущего ряда провяжу 1 столбик с накидом. Воздушных петелек уже не вяжу. Просто столбики с накидом. И в последнем ряду я буду провязывать по нескольку столбиков вместе. 3 воздушные петельки для подъёма. И вяжу столбики с накидом между столбиками предыдущего ряда. И не довязываю до конца. Они остаётся на крючке. Набираю так на крючок столько столбиков, сколько мне удобно будет захватывать. Потому что шапочка по кругу закругляется. Там все поднять просто невозможно будет. И я вот их так набираю на крючок недовязанными. Провязываю между столбиками предыдущего ряда. И вот провяжу все за один приём. Здесь надо аккуратно, иначе могут слететь с крючка. И придётся всё это набирать по новой. И так до конца ряда. В конце все столбики соединю на одну нить. Ниточку оборву. И хвостик спрячу внутри. Вот такая у меня получилась шапочка. Немножко я с размером, если честно, промахнулась. Она оказалась очень длинной. И я вот распустила один фрагмент. У меня осталось три секции по... Вернее, связанной голубой пряжей. И в четвёртой секции я начала сокращать. Вернее, можно её связать тот размер, который вам нужен. Можно набрать сразу и по окружности нужное количество петель. И вязать вверх уже смотреть, какая длина вам нужна.